В предыдущих уроках мы создали композицию с текстом на фоне градиента, добавили эффект трехмерного появления и усилили этот эффект с помощью виртуальной камеры. В этом уроке мы добавим логотип нашей компании и слоган. Логотип заранее подготовлен в графическом редакторе в формате PNG. Этот формат позволяет использовать прозрачный фон. Для добавления логотипа в проект достаточно только перетащить его из проводника Windows в рабочую область приложения Adobe After Effects. Сразу же поместим его ниже слоя с текстом для того, чтобы он не перекрывал текст в момент появления. Так же, как и для слоя с градиентом, добавим свойства трехмерного слоя. Теперь осталось только переместить слой с логотипом в нужное место композиции и добавить эффект появления. Для примера можно использовать обычный эффект появления Fade In. Так же следует добавить эффект тени к логотипу. Лучше всего использовать те же настройки, что и для текста. Последним этапом будет добавление слогана нашей компании. В предыдущих уроках мы уже подробно рассмотрели все этапы добавления нового текстового слоя, так что тут не должно возникнуть сложностей. Следует только сказать, что необходимо также добавить этому слою трехмерные свойства, а затем выбрать эффект для появления. Мы выберем эффект Fade Up Words, появление по словам. Длительность эффекта также придется изменить в соответствии с длительностью нашей композиции. В завершении просмотрите результат работы с помощью предварительного просмотра, и если все в порядке, можно приступать к рендерингу. Продолжение следует...